Действительно, мы опасаемся, что строительство школы – это будет только начало. Начало вообще масштабной вырубки этого леса. Почему? Потому что в Малаховке очень дорогая земля. Все это прекрасно понимают. У нас есть альтернативный участок – это засыпанный, уже ранее засыпанный карьер. Под строительство новых, огромных комплексов, таких как Новокрасковый, это просто человейник, администрация места находит, а под школу места, к сожалению, не нашлось. Оно нашлось только в лесу. Наверное, это звучит как-то немножко абсурдно, да? И, скорее всего, здесь идет, ну, какой-то, опять же, передел денежный. В Московной Малаховке разгорелся спор вокруг местного леса, который активно застраивается. Земельные участки переводятся из лесного фонда в категорию поселковых, после чего деревья вырубают и на их месте вырастают элитные коттеджи. Несколько лет назад местная администрация, непонятно каким образом, дала разрешение на строительство большого жилого комплекса компанией-застройщику «Тройка РЭД». Изначально по документации предполагалось, что на месте новой застройки будет также построена и школа. Когда они получали разрешение на строительство и было имежевание, они перенесли уже школу на территорию карьера. Он уже пять лет пустует. Почему из него не сделать там школу? По выпискам он у нас под... Это земля под рекультивацию, но застройщик нам сейчас предоставляет письмо от Министерства экологии о том, что водный объект мы не имеем права строить на водном объекте. Причем этот карьер не является водным объектом. Вот так со слов застройщика, но мы считаем, что засыпка карьеры – это достаточно дорогое мероприятие, и они хотят сэкономить просто, вырубив лес. Мы против того, чтобы, в принципе, этот лес рассматривали как место для строительства чего-либо. Это легкие нашего поселка, это легкие нескольких поселков. Почему уперлись именно в эту территорию? Я никак не пойму. На мой взгляд, это шито реально белыми нитками. Просто местная власть не хочет оказать, возможно, давление на застройщика и вернуть его в рамки тех обязательств, которые он взял на себя в процессе строительства и в рамках этого тендера, что очень важно. Предлоги могут быть разные. Сегодня это предлог построить школу, потому что якобы ее больше негде строить. Завтра это будет предлог, не знаю, построить больницу, какой-нибудь санаторий очередной или еще что-нибудь, неважно. Действительно, мы опасаемся, что строительство школы – это будет только начало. Начало вообще масштабной вырубки этого леса. Вот эти дома, откуда они появились? Совсем недавно они появились. Кто им дал разрешение на строительство? В лесу прям, помимо школы. Лесные земли, сокровища нашей России, переведены в другую категорию земель. И на этой земле строятся вот эти комоды. Осталось начало. Улица не застроена пока. Середину они выгрызли таким образом. И дальше конец тоже не застроен пока, но там уже все деревья размещены. На многих спорных участках дома уже стоят или идет стройка. Приехали ребята, начали рубить лес. Ребята, вы что делаете? У вас есть порубочный ордер, ну, какие-то документы. Приехал хозяин. Оказывается, весь этот клин уже в аренде. Речь идет даже не конкретно о этой школе. Не то, что мы уперлись против школы. Школа – это святое дело. Мы хотим, чтобы нашему лесу был присвоен такой статус, чтобы его защитить от нападок сегодняшних властей, завтрашних властей. Вот этих вот людей, которые на местах находятся, чтобы они перестали его пилить. Нам говорят, а что вы переживаете? Построить школу, как замечательно, сделают парк, все облагородят. Ну, простите, какой парк? То есть нам хотят вместо леса сделать парк и сделать компенсационную высадку? То есть, мне кажется, это просто варварство. Поэтому я бы хотел обратиться, наверное, к Андрею Юрьевичу Воробьеву, да, с тем, чтобы он как-то оказал на это свое влияние и, ну, сохранил лицо, что ли. Потому что сейчас есть шанс сохранить это лицо, просто остановив этот откровенно преступный процесс. Продолжение следует...